А если хотите проверить, то это ваша жизнь, можете проверить. А? Да нет, там просто идут определенные циклы. Вот допустим, мужчина пьет, женщина отстраняется от него, он раскаивается, говорит, не буду пить, давай жить вместе. Она должна согласиться. И должна молиться, постоянно работать над собой. Потом он опять точно сорвется и будет пить. И тут же опять надо жить раздельно. И так несколько циклов будет, а потом он уже полностью восстановится и будет трезвым. Ну то есть не то, что прям сразу он сказал, не будет пить, и он прям вот не пьет. Ну то есть человеку сквозь стена опять скатываться, но он уже понимает, что будет дальше, и поэтому он больше включается, он пытается больше меняться. Самое главное надо понять, что если есть для кого меняться, тогда будет что-то меняться. Потому что в этом заключает смысл жизни. Мы должны выполнять свои обязанности перед близким человеком. И это надо очень глубоко понять. Вот допустим, если женщина думает, блин, буду с ним жить или не буду, ты сначала обязанности выполняй. Сначала уважай его как мужчину, заботься о нем. А дальше будешь воспитывать уже. Можешь отстраняться или приближаться, но сначала надо вкладывать в человека. Если ты не вкладываешь, тогда он ничего не будет меняться, он не будет благодарен тебе, и поэтому он не будет хотеть меняться. Ну то есть надо сначала перешагнуть через эту грань эгоизма. Вот ты когда мне будешь хорошо вести, тогда я с тобой буду. Почему человек так говорит себе? Потому что он не самодостаточный, он пытается получить счастье именно от него, от близкого человека. Так мы устроены. И если ты так настроен, у тебя не будет счастья никогда. Потому что счастье означает отвлечься от близкого человека. В этом счастье заключается. Давать ему и ничего не желать взамен. Отвлечься от него, не трогать его, оставить его в покое. Пускай живет как ему нравится. Но при этом можно по-доброму объяснять как лучше. Самому или самому жить правильно. Понимаете, не соглашаться с развратом, не соглашаться с изменами, не соглашаться с вином, не соглашаться с неправильным образом жизни, но при этом и не воевать с этим совсем. Вот допустим, он включил там, мертвые не потеют, а вы включите молитвы. Но при этом не сильно громко, чтобы вы жили в этом атмосфере. Ну то есть, все равно добро побеждает зло. Я знаю даже случаи, когда женщина готовит освященную пищу, и мужчина ее не ест. Он чувствует, что это освященная пища, и она ему приготовит освященную и не освященную. Он всю неосвященную ест, освященную не ест. Представляете, вот в крови уже вот эта демоническая природа засела. То есть, человек просто против Бога. И даже в таких случаях постепенно все меняется, и потом горе, когда наступает, он начинает есть как сумасшедшую уже освященную пищу, понимаете? И жизнь его начинает меняться. Это, кстати, как вот женщина не знает, как воздействовать на сознание мужчины. Всегда очень аккуратно. Не надо давить на мужчину. Кормите освященной пищей, он сам все поймет, со временем поменяется. Включайте дома духовную музыку. Очищайте атмосферу квартиры молитвами. Развешивайте иконы вместо футбольной команды. Ну, то есть, делайте так, чтобы все было наполнялось Богом. Ставьте свечки освященные. И вы увидите, что мужчина начнет меняться, он начнет потихоньку... Мужчина, вот мужчина как ребенок в этом плане. Он пропитывается энергией женщины. Понимаете? То есть, женщина для чего нужна? Она пропитывает любовью мужчину. А через любовь приходят знания. Поэтому не надо навязываться со своим знанием. Бог вам дал знания, допустим, вы послушали лекцию. Теперь не трогайте своего мужичка. Придите домой, включайте духовную музыку, создайте атмосферу любви. И с этой атмосферой он будет всасывать знания. Как дети с молоком матери, так и мужчину он всасывает просто через любовь. Он ест освященную пищу, одежду одевает, которая намолена, пищу освященную ест. И постепенно он говорит, да я сам понял, что надо там менять свою жизнь. Почему он сам понял? Потому что жена организовалась правильную жизнь в доме. Но она должна это делать тихонечко, аккуратно. Не надо навязываться. Мужчина тоже так же должен себя вести. Он не должен навязываться женщине вообще. Аккуратненько по-доброму дать жене быть счастливой. А если она чувствует себя хорошо в жизни с тобой рядом, она счастлива, то она будет перенимать от тебя жизнь. Женщины вообще склонны всё перенимать. Вот если женщина почувствовала, ну, что-то честное, чистое, она это сразу перенимает. Её не надо заставлять. Поэтому надо просто создать правильную атмосферу в доме мужчине, по-доброму себя вести, и жена начнёт потихонечку присматриваться к этому. Вот у меня, допустим, жена начала бегать, но она не со мной начала бегать, а с подружками. И она сама это делает. Я говорю, ты сколько пробежал? Она говорит, не твои дела. То есть она сама, понимаете? Ну и пусть бегать, что я против, я только за. Понимаете, то есть приходит время, и близкий человек начинает жить правильно, сам. Он сам это вот понял, сам. Ну и хорошо же, правда? Не надо из себя героя делать. Пускай человек сам понял. Классно. Зато он меняется к лучшему, это хорошо. Вот смотрите. Разница в поведении человека. Ну, человек попал в беду, да? Бросил близкий человек, допустим, да? Разница в поведении наполненного человека и ненаполненного. Как действует судьба? По-разному. Если человек пустой, ненаполненный, он просто с ума сходит, он не может жить без этого, понимаете? А если человек наполненный, то чем наполненный? Он любит природу, да? Вот зима, допустим, он зиму любит. Он любит соседей, там, друзей вокруг, как бы, людей любит вокруг. У него есть подружка, он наполненный человек, или друг. И человек поэтому не сильно страдает в разлуке, понимаете? Почему он не сильно страдает в разлуке? За правильный образ жизни. И само настроение у этого чувства собственного достоинства, у этого человека, работает на максимальную победу. Он знает, что все будет хорошо, что человек вернется, никуда он не денется, потому что я наполнен. Но если ты несчастная, все замужная, он ушел, что же мне деть? Пропала мальвина, невеста моя, безожгала мальвина в чужих раях. Вот тогда все, конченая ситуация. Память – это что такое? Это главная функция судьбы. Когда плохая судьба приходит, она что делает? Память берет человека и приковывает к себе. Но память – мой злой властелин. Все будет минувшее, я уже хочу забыть. Все будет минувшее вновь, приковывает. И человеку, он потерял импульс к жизни, у него высшей цели жизни нет. Ямщик – все, тормози, мне некуда больше спешить, мне некуда больше любить. То есть человек жил ради кого? Ради другого человека. Человека этого нет. Рядом – значит, что? Капут. Равнины врачные. Врачные – спешить некуда. Значит, тебе надо просто взять пистолет и застрелиться. Так они и делают обычно. Понимаете? То есть это означает неправильный образ жизни и все. Неправильное мышление. Не надо зависеть от человека. Между людьми любовь имеет неправильную природу. Люди зацикливаются друг на друге. Если вы хотите счастливо жить, не зацикливайтесь, расцикливайтесь, перестаньте зависеть. Научитесь вот это просто картинку, вот картинку в голове имейте, как живет человек с другим человеком, который правильный. Вот понимаете, картинка – это два лебедя. Вот два лебедя, они друг на друга смотрят? Кто друг на друга смотрит? Вороны. Чем они занимаются? Каркают, ругаются. Лебеди ругаются? Нет. Они смотрят куда? Вперед. Плывут к цели своей, да? Вместе плывут к цели. Лебеди где живут? Только в чистой воде, понимаете? В грязи, в грязи не живут. Это значит, надо очищать свое существование. Когда лебеди плывут по воде, у них перышки не смачиваются водой. Это значит, что они позитивно настроены, то есть не берут, не принимают трудности себя, стараются думать о хорошем. Один лебедь ушел из жизни, второй тоже без него жить не может. Лебединая верность, то есть они верные птицы, потому что они правильные. Понимаете, они любят природу и все прочее. Вот это правильное сознание. И поэтому хамса называется лебедь, да, на санскрите. А парамахамса – это высшее качество святого. То есть святой на санскрите называется парамахамса. Это тот, кто берет в себя самое лучшее у лебедя. Так переводится. Тот, кто имеет лебединую верность, лебединую чистоту. Лебедь может взять воду с молоком, воду молоко вылить, он берет воду вот так, и у него вот так вот она начинает вращаться, и молоко связает на слизистой, а вода выплевывается. Ну, то есть он берет истину из лжи. Ну, из всего, что происходит, он берет суть, самое лучшее. А все остальное выплевывает. Вот так надо жить, понимаете? Надо в человеке самое лучшее взять, остальное не обращать внимания. Нужно стремиться к чистому, жить в чистоте. Всегда смотреть не друг на друга и выяснять отношения, ба-ба-ба-ба-ба-ба, а смотреть вперед, жить в одном направлении. Вместе идти, вместе весело шагать по просторам, понимаете? Вот это правильная жизнь. И это все возможно, когда человек погружается в отношения со святостью. Поэтому с древних времен, понимаете, с древних времен, тысячелетиями люди культивировали отношения с Богом. Что думаете, из-за того, что они были аборигенами, да? Вы даже не представляете, что за цивилизации были до нас. Нам даже трудно себе это представить. В Священном Писании описано. Я не буду об этом говорить, это другая тема. Давайте послушаем настроение людей, которые вот живут правильно. Как они относятся друг к другу, как они относятся к природе. К Богу. Они испытывают огромное счастье, потому что они оторвались друг от друга. Они смотрят в одном направлении, а не друг на друга. Вы скажете, как мне смотреть в одном направлении? У меня, у мужа, вообще не такое направление. Но это твоя судьба, ты подожди. Ты в прошлой жизни жила неправильно, вот судьба тебя мучает сейчас. Оставь свои заботы, падения и взлеты. Перестань думать о себе. Не злись, когда судьба себя ведет не как сестра. А если с другом худо, направляй свое сознание наружу. Не уповай на чудо, спеши к нему всегда, иди дорогою добра. Дорога добра означает также жить правильно по солнцу. То есть по режиму дня. Вставай вовремя, ложись вовремя, кушай вовремя. Потому что тогда у тебя больше энергии будет. Спроси у жизни строгой, какой идти дорогой. Куда по свету белому отправиться с утра? Иди за солнцем следом. Правильно, живи по солнцу. Хоть этот путь неведом. Иди всегда, мой друг, иди дорогою добра. То есть дорога добра означает, что ты живешь по режиму дня. Встаешь рано. Рано, кто рано встает, тому Бог дает силы молиться. Разложишься тоже не поздно. Вовремя кушаешь. И тогда сохраняются силы на то, чтобы быть счастливым в отношении. Поздно ложишься спать, силы на это тратятся. Поздно встал, солнце тебя прижало. Встаешь, как вареный. Поел обед поздно, ничего не переваривается, будешь болеть. Обожрался на ночь, вообще будешь дохлым. Это уже человек будет наказан. Если на ночь обожрался, это сразу сокращает продолжительность жизни. Как же люди живут правильно, как они настроены. Видите, очень важно понять, как правильно жить. Человек должен быть наполнен. Но также для правильной жизни нужно изучать, как устроен человек. Вот, допустим, очень важное и большое знание о том, как себя вести с близким человеком в зависимости от его развития. Вот, допустим, надо понять, что люди делятся на три слоя всего. Больше нет, три слоя. Первый слой называется невежественные люди. Невежественные – это значит, что они очень слабо понимают цель человеческой жизни. Они не включились в этот вопрос. Человек может быть доктором наук, быть очень ученым, но при этом он с точки зрения жизни самой невежественной. Как проявляется жизнь невежественных людей? У них все одно и то же. Невежественные люди ведут себя грубо по отношению к остальным людям. Хоть ты там ученая степень, хоть не ученая. Хоть ты в воспитанной семье выжил, хоть невоспитанной. Если ты неправильно понимаешь цель человеческой жизни, ты будешь грубить со всеми. Раз. Половые извращения – два. Предательство в отношениях – три. Бессовестное поведение – четыре. Пьянство, наркомания, игромания – все это признак невежественной жизни человека. Цинизм. Как себя вести с таким человеком? Запомните, если вы живете, вам судьба подарила невежественного человека. Почему? Потому что вы сами в прошлой жизни так жили. За это наказаны. Что делать? Это не значит, что если тебя подожгли, надо гореть. Нужно понять, что когда ты живешь с невежественным человеком, единственный способ с ним жить – это дистанция. Потому что не доказать ему ничего невозможно, не объяснить. А он сжигает тебя своей психикой. Невежественными людьми могут быть даже родители. Допустим, родители могут болеть, но вести себя по-хамски. Орать, визжать, унижать. Значит, дистанция. Можно, допустим, им найти няньку какую-то и так далее. Ну, то есть, другими словами, близкие отношения с невежественным человеком невозможны. Невозможны. И ты будешь, если будешь строиться этим человеком отношения, ты просто сгоришь. Поэтому дистанция определяется поведением этого человека. Если он не агрессирует, если он ведет себя более-менее нормально, но ведет невежественный образ жизни. Живи вместе с ним рядом. Но не погружайся с ним в близкие отношения. Не надо с ним им ничего пытаться объяснить. Включай духовную музыку. Корми его освященной пищей. Очищай его существование. Есть только два способа помочь невежественному человеку. Это постепенно очищать его жизнь. И второй способ – жуткие страдания. Когда человек не знает, что ему уже делать. Понимаете, жуткие страдания для невежественного человека – это милость Бога. Если Бог милость провел, он вот такие страдания, что на стенку полезет. И сразу поймет, как жить. У него все сразу включатся мозги. Понимаете, вот это первая категория людей. Запомните, если вы пытаетесь что-то доказать невежественному человеку, что-то объяснить. Знаете, что такое валять дурака? Это шутка. Это пытаться поднять пьяного. Понимаете, валять дурака. То же самое невежественному человеку объяснять что-то. Бесполезно. Вы только агрессию получите в ответ, и все. Не надо пытаться что-то ему объяснять. Он ничего не слышит. И он агрессирует в ответ. Какие отношения невежественного человека с совестью? Агрессивные он. Он не хочет слушать совестью. Он против совести. Он против Бога такой человек. Чаще всего это атеисты люди. Они не верят ни во что. А если они считают себя верующими, то они, ну как бы, как это делают? Они говорят, да я верующий, я там верю. Но сам делать ничего не хочет. При этом. Просто, ну как бы, кичится это верю. Следующий слой жизни называется страстные люди. Это 90% людей. Страсть, жизнь страсти. Что это означает? Означает человек нормальный. Ну, то есть он хочет семью, хочет детей, хочет работать, хочет нормальную жизнь, хочет развиваться. Хочет денег, хочет власти, хочет любви, хочет секса. Ну, человек живет вот обычной жизнью. Чего? Почему страсть это называется? Потому что в этом состоянии человек не может включиться в глубокие отношения. Раз, на бескорыстие переключиться не может два, не может включиться в самосовершенствование, в духовную жизнь три. Понимаете, вот зашоренный, работа, деньги, дети, жена. И очень сильно люди зациклены друг на друге. Поэтому нескончаемые их страдания, постоянно ругань, споры. Потому что люди зашорены, вот в такой, понимаете, что зашорены, как у лошади, вот по бокам одевают такие штучки, чтобы она по бокам не смотрела. И она видит только вот так, и все. Вот человек такой видит только вот так. У него нет другого видения на жизнь. Работа, дом, ипотека, телевизор. Все. Вся жизнь. Что делать? Когда ты находишься рядом со страстным человеком, не надо его трогать. Развивайся сама просто. Думай о Боге, ставь духовную музыку. Наблюдая за ним. Если он не агрессирует, значит, все нормально. Чего боятся страстные люди? Они боятся перемен. Вот просто если все так же живешь, вот ты как бы все так же, все нормально. Как только ты там начала молитву громче читать, ты все, кто попала. Вот. Или, допустим, мясо приловите, все. Или, допустим, там еще что-нибудь произошло такое ключевое. То люди, они пугаются. Они думают, что все, как бы все, теперь я жену потеряю. Только как они сильно привязаны, они начинают истерить, орать, с ума сходить, никуда не пускать. Понимаете? То есть люди зашорены. То есть они боятся всего новенького. И поэтому надо как себя вести, надо делать вид, что ничего такого не происходит. Вы ничего особо не меняете, не интересуетесь. Почему бегать начала по утрам? Мне нравится, бегаю. А, ну ладно. А если не будет нравиться, тогда не буду бегать. Все. Что мясо не ест? Не хочется. Не дай бог вам, человеку в страсти, как начать, как говорит, мясо вредно для здоровья. Это вот все тогда. У него глаза квадратные. Что тебе это сказал? Это секта. И все. Глаза квадратные боятся. Они боятся всего. В страхе находятся. Эти люди. Они всегда стараются жить, как все. Вот все такую одежду носят, они такую будут носить. Все вот это фильм смотрят, они такой же. Всем кебаб нравится, значит кебаб должен быть. Если суши всем нравится, значит суши. Если еще что-нибудь, то они это тоже начинают делать. Они живут, как все. У них мозги вот так работают. Это страстные люди. Какая проблема жить с этими людьми? Проблема заключается в том, что для них любовь – это наслаждение. У них нет другого понимания любви. Это значит, что когда наслаждение постоянно, постепенно закончится, придет время, и этот человек тебя бросит. Поэтому у тебя, вот ты, допустим, вышла замуж за такого человека, у тебя есть 7 лет, там 6-7 лет. На что? Чтобы у него проснулась совесть. Нужно дома служить Богу, молиться, готовить освященную пищу, заниматься зарядкой. И включать, даже когда человек в страсти начинает заниматься спортом, это уже не чистая страсть. Он уже мотивирован самосовершенствованием, он уже переходит в благость. Такие люди не сильно отличаются от всех остальных. Понимаете, сначала идет спорт у человека, потом регуляция питания. Я вам говорю, точно так последовательно развивается у человека сознание, чаще всего. Вот человек включается в движение, он начинает там качаться. Придет время, он начнет менять свое питание, он будет задуматься, как лучше ему питаться. Чаще всего у них в страсти питание меняется. Они начинают жрать то, что увеличит мышечную массу. Там или жрать то, что бедра даст им, там еще что-то. То есть им надо, они пищу используют для того, чтобы стать крутыми. Ну то есть так работают, цель же стать крутым, человека в страсти. Он не понимает, что надо вглубь развиваться. Вот. Ну то есть таким образом не надо трогать этих людей. Пускай развиваются. Если он жрет белковую массу, чтобы мышцу накачать, пусть жрет белковую массу. Главное, чтобы водку не пил. Вот. Понимаете, если человек в страсти рядом с вами живет, не трогайте его. Сотрудничайте с ним. По каким вопросам? По вопросам воспитания детей, вопросам работы, вопросам совместного отдыха, совместной счастливой жизни. Это называется сотрудничество, потому что со страстным человеком невозможно иметь близкие отношения. Если вы думаете, что у вас печать в штампе, штамп в паспорте, у вас как бы дети, семья. Это значит, что у вас близкие отношения? А что тогда 80% разводов, если это так? Потому что люди в страсти, они живут до тех пор, пока им это счастье приносит. Как только счастье перестало приносить, goodbye, my love, goodbye. И поэтому вот столько песен вот этих, прощай. Со всех вокзалов, поезда, уходят дальние края. Прощай. Мы расстаемся навсегда, под белым небом января. Видите, песня счастливая. «Прощай, прощай, и ничего не говори, и ничего не обещай». Не надо говорить, что это же, сердце трогает. И так далее. Ну то есть, понимаете, временное счастье совместное. Почему? Потому что наслаждение телом временную природу имеет. Понаслаждались друг к другу, мы уже живем дальше, как чужие. Словно чужие стали друг другу. Между нами белая вьюга. Понимаете? Дети чуть разбавляют это. Пока ребенок маленький, он дает очень много счастья. Поэтому люди в страсти, когда живут, вот пока дети маленькие рождаются, они на детей переключаются еще. И это тоже сохраняет семью. Но не всегда. Бывают исключения, и они тоже из-за страсти возникают. Вот, допустим, женщине счастье ребенок приносит больше, чем муж. Всегда. Это закон. Поэтому ребенок рождается, женщина в страсти, что она делает? Она переключается сразу на ребенка. И мужик становится за бортом. Он как предаток в семье. Он только нужен для того, чтобы пахать и ребенка кормить. Понимаете? Заботиться о ребенке. Она говорит, ты живешь до ребенка. Он думает, да что я, зачем мне такая жизнь? И даже бывает, вот еще совсем маленький ребенок, и он уже сваливает. Почему? Потому что женщина забыла про него. Она думает только про ребенка. Ей уже муж не нужен. И по барабану мужик. Вот и все. И раз по барабану, значит, пищит. Потому что он без любви же не может. Ему нужна энергия любви от жены. Он не самодостаточный человек. И значит, свалит просто. И все. Найдет себе другую, которая будет его любить. Вот и все. Такие случаи тоже бывают. Но чаще всего, если женщина правильно настроена, дети увеличивают срок совместной жизни в семье. Ну, где-то, может, до 6-7 лет дети как-то держат семью. Поэтому у вас есть время. Понимаете? И время на что надо тратить? Надо понять, что когда ты с человеком в страсти живешь, сотрудничай с ним, общайся по-доброму. Не надо его грузить самосовершенствованием. Сама развивайся. Развивайся сама рядом с ним. Заботься о нем. И потихоньку включай духовную жизнь в свою жизнь. Алтарь поставь. Начни освещенной пищей его кормить. Придет время, и в нем проснется импульс к самосознанию. Все это начнется с тела. Может быть, он заболеет сильно, его включит, торкнет. Или, может быть, он начнет там двигаться как-то. Все начинает с тела, потом на питание переходит. Потом дальше человек начинает какие-то настрои произносить. То есть, и следующий этап. Это уже он начинает пытаться на психику влиять как-то на свое. А потом дальше уже Бог. Все это развивается постепенно, не сразу. Но запомните, если человек в страсти находится между вами и им, нет совести, нет близких отношений. Вы ему не расскажете про сокровенные вещи, он вас слушать не будет. Вы говорите, что ты ко мне пристала? Я пойду кино смотреть. И вы поймете, что он пуст в отношениях со вами. Ему вы нужны только для наслаждения. Все, больше ни для чего. И он не понимает этого сам. Вы ему не сможете это объяснить, потому что у него такое развитие сознания. Вы ему нужны только для наслаждения. И если вы находитесь в страсти, то вам близкий человек нужен тоже только для этого. Он вам не нужен для того, чтобы он был счастлив в вашей жизни. Чтобы дать ему подарить нормальную жизнь, развивать его как личность. Просто не наслаждаешь, денег не приносишь, не ведешь себя со мной хорошо, тогда вали. Это страстное отношение к мужчине уже, к женщине. Понимаете, мы не такие бескорыстные в личных отношениях. Наоборот, в личных отношениях корыст торжествуют с огромной силой. Самые корыстные на земле отношения – это отношения между мужчиной и женщиной. Самые корыстные. Корыстнее не бывает. И поэтому так столько страданий в этих отношениях. Там очень много ожиданий, мы много хотим от этих отношений. И поэтому там бесконечные страдания. Но если человек оторвался от своих желаний, чтобы кто-то его наслаждал, это иждивенческая позиция, в конце концов. Хочешь быть счастливым – станем сам. Чего ты ждешь от всех этого? Сам встань счастливым. Тогда начинается благость уже. Если ваш человек стал благостным, близким, тогда делитесь с ним. Будьте верны. Заботьтесь о нем. Ближе отношения строите. И тогда вот это уже начинается счастье с этого момента. Но чтобы благостным человек близким стал, надо отработать свою карму, свою судьбу. Нужно подождать чуть-чуть. Вот у меня, допустим, все вокруг мои друзья, все благостной жизнью живут. У всех со всеми у меня близкие отношения сокровенные. Но я к этому шел. Когда я учился в школе, у меня только один друг был, с которым я мог делиться. В институте вообще ни одного не было. Я попал в такую среду, где люди только вот стремились к успеху. Им по барабану было самосовершенство. Я там был изгоем. Меня никто там... Ну, я подружился потом на четвертом курсе с завкафедрой с одним. Он увидел, что я вот такой же, как он. Он меня приблизил к себе. Мы с ним ходили в прорубь, паться вместе. Рассуждали о жизни. Интересный человек. Несмотря на то, что он был из элиты общества в Самаре. То есть он был сыном председателя обкома партии бывшего. Ну, это элита, понимаете. И он, тем не менее, с простым парнем общался со мной. Ему было интересно, как работать над собой. Мой опыт к тому времени у меня был большой опыт уже накоплен. Ему было интересно, мы общались. Потом кружок у меня таких открылся. Там три доктора наук ходили из института. А я студент. Ну, и все равно постепенно появились соратники, друзья. Все меняется очень медленно. Когда я начал работать над собой, я был очень искренен. Я маме все рассказывал. Она испугалась. Привела меня к психиатру. Психиатру все рассказал. Она слушала, поставила диагноз шизофрении. А мне надо в институт поступать. С диагнозом шизофрении в институт не берут. И, кстати, мама испугалась. Она поняла, что она мне испортила жизнь. Нашла главного психиатра города. К нему мне привезла. Он послушал меня, начал смеяться. Ты, говорит, нашел, кому идти. А ей сказал, нашла, кому его везти. Посмеялся. Отправил меня к другу, который возглавлял психиатрическую больницу в Самаре. При медной студии. Он со мной просто поговорил. Говорит, ну я такой же, я так же развивался, как я понимаю. Туда, к другу своему отправил. Он мне поговорил час со мной, диагноз снял. Все. Это все закончилось. Мама потом в очереди через 10 лет стоит. И сзади стоит вот эта психиатрша. Она говорит, ну как твой дурачок поживает? Маме. Запомнила ведь. Мама посмотрела на нее. А, это вы, говорит. Ага, я понял. Хорошо, говорит, поживает. Лекции читает всем. Вся страна слушает. Ну, только, говорит, слушают умные люди. Дурачки не слушают. Так они поговорили. Видите, очень важно сохранить себя в отношениях. Смотрите, кого Бог вам дал. Если невестного человека, ничего страшного, все поменяется. Страстного тоже ничего страшного. Обычно человек не получает благостного себе, понимаете? То есть, если благостного получилось, значит, ты уже давно благостная сама. Ну, то есть, надо правильно жить, учиться. Учитесь также понимать главную тему, что сознание передается от одного человека к другому. Так же, как аромат цветка. И жизнь меняется от отношений. У вас сейчас есть со мной отношения, вы слушаете лекции. Но это очень мало, этого недостаточно. Поэтому мы и так прилагаем такие усилия, что создаем вот эти вот клубы благости. Семинар онлайн благости тоже. Почему мы так сделали, такой формат, что люди в одну квартиру приходят, вместе собираются, и там как-то общаются после лекции, обмен опытом. Чтобы вы знакомились друг с другом. Клубы благости для этого. Вот. Вот семинар очень интересный будет. Следующий. 10, 9, 10 ноября. С 15 до 18 часов. Тема «Духовные традиции и Бог». Интересно, почему вот такие традиции, откуда они взялись? Что такое священное писание? Как возникают традиции? В чем разница традиции и веры? В чем единственное различие? Как человек выбирает свою конфессию? Зачем? Интересно? Место проведения улица Тольятти, 48. Авторский психологический центр «Твоя профессия». Каждый понедельник в 18.30 по этому атмосферу проходит встреча клуба «Благость». Где вы можете получить возможность знакомств, общения, взаимопомощи, поддержки друг друга, изучения моих лекций. Там, в фойе, все узнавайте за столом информацию. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!